Как вас бы узнали, какие первые впечатления у вас от города, от атмосферы, от их? Здесь я уже два месяца, к городу я уже привык. Первые впечатления были, я никогда не жил в таком городе, где небоскребы. Ну, то есть в Москве нет такого. Как бы крупным все оказалось и очень оживленным. Сейчас привык, сейчас все комфортно, все устраивает. Как можете оценить, как вы показали свои результаты на девелопменте, какие-то цели для себя ставили? Ну, цель, естественно, ставил просто начать сезон в основной команде, как бы и закрепиться в составе. Это первоначальная цель была. Оценить результат я не могу, пускай тренера оценивают. А как вы можете сказать по отношению ребят в команде? У меня дело с Никитой, там нужно... Нет, все позитивные, все очень такие пытаются поговорить, а проблема в том, что я не могу с ними поговорить, как бы, да, с языком проблемы. Вот, но с первых дней ребята, которые тренировались летом, они всячески там пытались помочь мне, чтобы мне было комфортно, там вообще вопросов никаких не было, все очень замечательно. А как вообще с языком, да, вот вы сказали, что... Ну, я ходил, что, получается, месяц я ходил в школу до начала кэмпа, в английском. Как бы вроде что-то там уже и получше начинало идти, но приехал Никита, и мне просто вот голову повернуть он переведет, и я как-то, у меня он не встал, язык. А как, вот, с помощью языка, как, вот, например, с тренером? Ну, у нас, когда он что-то говорит, ну, Никита все переводит, и когда он вызывает, он вызывает нас всегда вдвоем, то есть Никита сюда переведет. А когда собрание идет, ну, то есть он там клюшкой показывает, ну, там, на телевизоре, что надо делать, в принципе, зрительно понимаю. Ну, наверное, даже сказали, какие опрочем, да, все-таки понятия. Ну, да. А как вообще, вот вы, ну, в семье приехали, как они... У меня семья, вот только визу в посольстве, документы отдали только вчера, и мне приходил ответ с медосмотра практически месяц. То есть они должны были прилететь к первым числам, а вот прилетят только 15-го, скорее всего. Я думаю, я здесь один. Такая, да. А как вам была хом-опенер, вот, первая игра? Как вам фанаты, как вы знали? Ну, да невероятно. Это невероятно. Я играл, ну, в CSKA у меня раньше там была арена на 6 тысяч людей, из них приходило, ну, скажем так, 3, да. А здесь сколько, 20? По-моему, на первом, кстати, было больше 20 тысяч. Больше 20 тысяч, все в синем, все ликуются, кричат, тем более против Монреаля, дерби. Ну, это непередаваемое ощущение, как бы. Там, в общем, человек 5, по-моему, тысяч 5, наверное, на улице стояло. Ну, да, то есть я еще когда увидел, после первого гола на экране показали улицу. Куда она там вообще? Какое впечатление было? Не пугает? Это, конечно, как бы фанатов, если здесь какие, если не знаю, это как религия, фанатов очень много. А не пугает немножко, что это может быть и таким-то давлением, потому что столько много глаз теперь на вас? Ну, знаете, я особо прочитать не могу ничего, скажем так, да? Да. То есть, что они там высказываются, что они довольны, недовольны. Меня это давить пока первое время не будет, пока я не понимаю. Это главное, чтобы мне никто просто это не переводил и не говорил. Пить! Ну, а дальше, я не знаю, там, главное прогрессировать от игре к игре. Как бы, я думаю, что все хорошо будет и никто высказываться не будет плохо. А так вы вообще, как бы, ну, все следили за командой и как-то в прошлом сезоне, как, может, как... Ну, да, когда... То есть, я понимал уже в прошлом году, что, да, я, скорее всего, окажусь здесь. И я следил за командой. Ну, я смотрел только хайлайты и полных игр я как таковых не смотрел. Я смотрел только обзоры. Ну, там, что-то там, периодически, время в время, там, с Никитой разговаривали про это и все. То есть, так особо, чтобы вот прям все игры смотреть и разбирать, такого не было. А был бы какой-нибудь игрок, которым вы вот прям хотели попасть? Мы бы скорее поиграли в команде. В одной команде? Да. Ну, может, не русский даже. Не знаю, я с товаром сам хотелось сыграть. Блин, как бы это сейчас будет, во-первых, некрасиво к партнерам, если я кого-то выделю, да? У нас все замечательные ребята, у нас отличный коллектив, я повторюсь то, что все здорово. А вот, ну, я знаю, что многие ребята, когда приезжают из КХЛ, в КХЛ или наоборот, из КХЛ в КХЛ, какое-то занимает время адаптационно все-таки разное немножко. Ну, я приехал заранее, я приехал за месяц до начала кемпа. То есть, у меня задача была привыкнуть к скоростям, которые здесь все-таки все намного быстрее, плюс площадка меньше. То есть, хоккей как будто в два раза ускоряется. Надо было к этому привыкнуть, потому что в России есть очень много времени подумать, есть большой лед. Здесь надо, вот увидел первое решение, если где-то даже вот чуть-чуть совсем увидел, надо сразу его отдавать. Отдавать. Не надо искать ничего, не надо ничего выдумывать. Здесь намного все быстрее. Вот к этому я привыкал первое время, на самом деле. Есть какие-то вещи, что вы, ну, понятно, кроме семьи, имею в виду, если вы слышите, что-то, почему вы уже скучаете по России или еще пока мало времени прошло? По семье скучаюсь, по родителям, как бы, только на телефоне. По дому, по родному. Естественно, я скучаю, да, тут съемная квартира, но все равно некомфортно, не прижился еще. Вот, это все есть, конечно. Ну, а так, чтобы, это моя работа, это единственное, что я умею делать в жизни, и поэтому что-то плакаться и жаловаться не хочется как-то. Понятно. А что, вы живете где-то из Близко, да, получается, в Карине? Я живу, да, мне 5 минут от этой арены и где-то минут 15 без трафика до мастер-карта. До мастер-карта, да. До мастер-карта, понятно. Я живу 15 мершинт, как она это, 15 мершинт ворф, это возле реки. Да, и там вид классный. Вид у меня сумасшедший, да. Да, под мастер-карта, когда еду, там в основном трафик сюда, и получается 30-40 минут я еду. Ну, я рада вам, Торонто, мне кажется, очень понравится. Конечно, такое... Это безумно все, конечно. Я даже, скажем так, на 50%, наверное, не представлял того, что вообще может здесь оказаться в организации. Как здесь работают люди, там, начиная от персонала, там, заканчивая первой звездой в команде, да, там, как они все пашут. Я не мог такого представить, как все будет построено, как все будет здесь организовано. В раздевалке. Я когда зашел сюда, в раздевалку, вот в эту, когда перед Детройко, последняя игра выставочная, которая была, я как будто в музей попал. Ну, то есть, честно, здесь все светится, энергия, все красиво, там, всякие кубки стоят какие-то, ну, блин, как музей. Отпознательно встречали с кем-то лучшими вот игроками в Кэмпе? Никита Сошников был летом здесь катался. Коля Антропов на кемпе подходил, там, мы с ним разговаривали, он советовал, что как лучше, то есть, он сам здесь живет, и с ним я разговаривал в начале кемпа. Ну, да, у нас в прошлом сезоне и Комаров был, и Сошников, здесь было чуть побольше русских. Да, да, вот, Никита видел, а левая я не знаю. Понятно. Хорошо, спасибо. Хорошо, спасибо.